Получается, ты зашел в UFC через контейнер сериас, и на самом деле там такая история, что не все даже, кто побеждает и кто побеждает, показывают практику досрочно, могут туда попасть. Пример был прошлой осенью Резван Куниев из лиги Хабиба чемпион, победил досрочно и не попал. Скажи, ты когда проходил это испытание, на тебя это давило дополнительно? Не давило, если честно. Я знал, что меня подпишут в случае победы, в случае яркой победы, в случае досрочно победы, поэтому я вообще после этого, как я уже закончил, как руку мне подняли, я был как-то уверен, что меня подпишут, потому что зрелищно получилось. Хоть с обмешанным, но зрелищно получилось. Это редкий, редчайший прием был, поэтому был уверен как-то, что подпишут. И плюс рекорд хороший. Я, в принципе, про это и хотел следующий вопрос задать. Ты победил болевым на ногу, и это достаточно редкая штука, и все мы такое вообще редко видим. Можно сказать, что ты в другой ситуации мог бы и не принять такого решения, и не рисковать, если бы накануне ставил контракт? Думаю, нет, потому что там вариант такой в вопросе. Я вышел на ногу, на пятку, ахил, он оттуда выкрутился, можно сказать, он был готов на это. А оказывается, на это он не был готов. Просто я перешел на другую сразу же. Поэтому я думаю, в другом бою тоже я сделал бы это, если ситуация такая была бы. Смотрел твое интервью в четырехмесячной давности, если я не ошибаюсь, примерно, вестнику ММА Миши, и он тебя спрашивал про кольцо UFC. Я так понимаю, до сих пор с тобой ты его с тех пор носишь? Да, да, конечно. Я его с собой ношу. Ну, я слежу постоянно за своим состоянием, здоровьем, как его останавливаешь, как я сплю. Поэтому это удобно, очень интересно и удобная вещь просто. Ну, просто ты тогда сказал, что... Особенно, когда я готовлюсь ближе к боям, мне это важно очень, чтобы следить за здоровьем, за состоянием. Ну, вот тогда, несколько месяцев назад, ты сказал, что еще не успел, как бы, оценить, насколько это полезная штука. А сейчас вот есть такое, что ты, может быть, даже что-то поменял благодаря кольцу? Да, я в сон, во-первых, я начал следить за сном, потому что я видел, что если я нормально не сплю, я плохо восстанавливаюсь, если плохо восстанавливаюсь, иду в зал. В общем, ну, знаешь, организм в убыток работает, поэтому я начал следить за сном, за питанием, поэтому... А я, когда даже не поел, она показывает, что не поел, что надо кушать плотно, поэтому очень интересная вещь. Я помню, ты рассказывал в одном из интервью также, что у тебя в межсезонье вес 89 килограмм, если я не ошибаюсь, максимум доходит. Ну, как бы, по современным меркам для средневеса это, вроде как, не особо много. А был вариант попросить себе в 77 бой на дебют? Не, я знал, что я должен дебют провести на 84, потом после этого только спуститься, поэтому я даже не просил. И вот после этого боя я уже железно спушусь на 77. Если будут какие-то бои на коротком увдомлении, я, ну, приму вызов на 84. А так, в основном, ну, я настроен, намерен, как бы, навести шорох, так скажем, да, вот, зайти в топ на 77. Поэтому это мой вес просто. Я считаю, это мой вес. Ну, это немножко напоминает, как Алиас Хабхизриев недавно дебютировал в средневесе и сразу после боя попросил следующий бой ему дать 77. Он там сказал, всех разнесет, будет сразу гулять. Вот ты не планируешь так же сделать, сразу интервью объявить? Знаешь, посмотрим, не знаю, как бы, но то же самое повторять, думаю, это не то будет. Ну, я, как и он, настроен разнести там всех, очистить там дивизион, поэтому он тоже очень крепкий боец. Вот, мы будем чистить там место, пару таких крепких ребят, с кем можно чистить дивизион и уже порешать уже, на кого надеть пояс. Поэтому посмотрим, время покажет. Ну, вот, как ты отметил, там есть, да, и соотечественники, и вот, если, допустим, так получится, что придется драться с тем же Алиас Хабхизриевым, или, скажем, Рамазаном имеем, для тебя эта проблема вводит? Проблема как спортсмену или как? Ну, мы, знаешь, дружим хорошо, мы общаемся, мы тренируемся вместе, поэтому, конечно, будет неприятно, если, как бы, такой момент будет решающий, да, кто станет претендентом. Ну, тогда мы вынуждены будем. А так, конечно, будем стараться, чтобы не принимать этот бой, потому что мы в одном зале тренируемся, можно сказать, мы давно знакомы. Я вообще начал у одного, мы с Алиас Хабом начали у одного тренера вообще в начале карьеры нашей ММА. Поэтому мы, я его давно уже знаю, с 12-го года, поэтому, посмотрю, имею я с ним, тренируюсь, посмотрю. Скорее всего, они не дадут, если дадут, то только если там претендентами местами на пояс, только тогда, я думаю. Если так, то, конечно, мы примем, выбора у нас не будет. Ну, покажем, хороший бой, и все. Если я не ошибаюсь, к прошлому бою ты готовился в Париже в ММА-факторе, сейчас готовился, если я не ошибаюсь, опять-таки у Расула Магомеда Алиева в Universal Fighters. Скажи, почему вот такое решение принял, как так вот получилось, почему, например, нельзя было вернуться снова в ММА-факторе? Ты говорил, тебе понравилось? Да, там понравилось, там тренировки такие интересные, вот, ну, что плохо там было, там ребят, таких много не было, с кем можно было поработать, как в Дагестане, вы сами знаете, этот кузня чемпионов, там каждый второй такой крутой боец, там и борьба там на высшем уровне, ударная техника тоже там на высшем уровне. Спарринг-партнеры лучше в Дагестане, поэтому я решил там подготовиться, к этому борьбу. У тебя, насколько я помню, был опыт работы с Сирилом Ганом, и вот уже после того, как ты с ним поработал и поделился об этом интервью, он с МГаном подрался, и в борьбе ему, получается, вторую половину боя и весь бой по итогу проиграл. Тебя это удивило? Да, если честно, удивило, вот, Сирил Ган, Фрэнсис Ган меня удивило больше, если честно, он начал бороться с ним, как-то, я не знаю, вообще. Там такой, даже в пятом раунде, такой решающий, он не получил этот тегдаун. Вот. Это, я считаю, такое решало на этой сфутболе тоже. Конечно, хотел бы, чтобы Сирил выиграл, ну, так получилось. Видимо, не готов был Сирил на такую, на такой поворот, так скажем. Получается, что в России ты выступал и, ну, миновал все самые такие вот топовые наши две-три лиги, ты миновал в Fight Nights, ACA, в остальных, получается, таких не дрался. Как ты думаешь, у тебя будет по ощущениям разница большая в уровне вот сейчас в UFC? Ну, я думаю, нет, я думаю, нет, потому что те же самые бойцы здесь тоже, те же самые бойцы, в принципе, просто они подносят это так красиво, хорошо, на уровне, поэтому многим кажется, что это крутые бойцы или что. Ну, здесь есть такие, наверное, пойти тоже намного даже хуже, могу сказать даже, потому что американцам им легко попасть и все. А из России, конечно, да, ты должен быть явно первым номером, а тебе должны говорить все, поэтому только после этого подписывают. Американцы, американцы, тут каждый второй даже, первый. Смотри, Гаджи, вот ты заходишь, получается, через 84 и планируешь драться в дальнейшем в 77, ну, просто это само по себе напоминает то, как сейчас двигается в UFC Хамзат Чимаев. Вот скажи, как тебе вообще нравится то, что он делает и то, как у него все это получается? Может, вдохновляет тебя как-то? Да, я, если честно, я как бы с ним здесь познакомился тоже, я кайфую с него, он такой харизматичный парень, да, он как забежал туда, как ждал своего оппонента, мы все это видели, я кайфанул с него просто. Он далеко пойдет, просто он такой харизматичный, просто он для UFC интересен, потому что он такой, знаешь, он умеет себя преподносить, и в бою тоже он это доказал, поэтому молодец, я рад за него, конечно, рад за него, но такие нужны для UFC просто.